Рапсовый мед. Несмотря на то, что характеристики меда из рапса можно назвать действительно удивительными, сладость не пользуется популярностью на российском рынке. Однако у европейцев этот сорт жидкого янтаря получил большое распространение, на что есть несколько причин. Описание сорта. Рапс с цветками желтого цвета, собранными в щитки, медоносное растение. Оно славится тем, что содержит большое количество эфирных масел и считается экологически безопасным. Сильный запах от его цветов привлекает множество пчел. Из рапсовых соцветий, состоящих из 20-35 бутонов, трудолюбивые насекомые за день набирают около 8 килограмм нектара. А из него получается мед, имеющий удивительные качества. Но с этим сладким лакомством знакомо малое количество людей. Ведь выкачанный мед остается жидким только месяц. Это считается недостатком, ведь не все любят засахарившийся продукт. Поэтому рапсовый мед считается непопулярным, его очень редко можно встретить в продаже. В российском пчеловодстве существует мнение, что лучше оставлять продукт трудолюбивым насекомым на зимовку в качество корма. Или применять для ускорения кристаллизации других сортов лакомства. Рапсовый мед пчеловоды Европы нашли выход из положения. Они взбивают мед, полученный из нектара рапсовых цветков, до кремообразного состояния и только после этого реализуют. Поэтому европейские потребители покупают его намного чаще, чем россияне. Лакомство по внешнему виду выглядит почти как дониковый мед, но отличается по вкусу. Продукт из цветков рапса не приобрел ванильного аромата. Общее описание рапсового меда непрозрачный, с особым ароматом и терпким приитарно-сладким вкусом. После простаивания приобретает небольшую горчинку. В сладком продукте небольшое количество воды, поэтому он по консистенции достаточно густой. Цвет рапсового меда бело-желтоватый, с небольшими вкраплениями белого оттенка. В процессе кристаллизации приобретает белый цвет и мелко зернистую структуру становится похожим на мороженое или взбитые сливки. На заметку, лакомство плохо растворяется даже в горячей воде. Поэтому чай и питье с рапсовым сладким янтарем возможно лишь в прикуску. Состав рапсового меда. Мед полученный из нектара рапсовых цветков уникален не только по внешним характеристикам, но и по химическому составу – более 19%. Воды – около 80% различных сахаров тростникового, фруктозы, глюкозы и полисахаридов. Оставшиеся проценты приходятся на органические кислоты и их соли, золу и разнообразные эфирные масла. Важная информация. Сладкий дар пчелы содержит примерно 80% углеводов и только 1% белков. Также он богат аскорбиновой кислотой, витамином С, витаминами группы Е. В натуральном продукте содержится около 300 микроэлементов и минералов. Какими свойствами обладает рапсовый мед? Считается, что уникальный состав лакомства не имеет в природе аналогов. Поэтому мед, изготовленный пчелами из цветов рапса, обладает многими полезными свойствами. Например, при употреблении с теплым молоком вызывает повышенное потоотделение и улучшение состояния человека, который сильно замерз. Также его используют при проявлении первых признаков простуды. В Руси, славящийся промозглым воздухом и холодами, легче перезимовать, когда дома есть баночка со сладким янтарем. Кроме того, он нужен при болях мышцах и физическом переутомлении и подавляет мышечные спазмы, то есть выступает спазмолитиком. При ожогах, перезах, обморожениях, укусах насекомых и животных при других травмах кожного покрова очищает раны от гноя и вызывает быструю регенерацию эпидермиса. В таких случаях мед вместе с листьями капусты применяют наружно. Натуральный продукт можно использовать и в комплексном лечении кожных заболеваний. Рапсовое лакомство применяют для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Постоянное употребление продукта уменьшает склонность к диареи и запорам. Улучшает деятельность сердечной и кровеносной системы, понижает в крови уровень холестерина и предотвращает развитие патологических изменений кровеносных сосудов. Сладкий дар пчелы благоприятно влияет на самочувствие женщин при гормональных нарушениях и климаксе. Рапсовый мед способствует очищению организма человека от разных шлаков и токсинов. Мед изготовленный пчелами из цветов рапса способствует быстрому восстановлению нервной системы после стрессовых ситуаций. Человек, выпив перед сном горячего чая или молока с медком, быстро успокоится и сможет без проблем заснуть. Раскасывание сладкого янтаря в ротовой полости несколько раз в сутки даст лечебный эффект препарата энтузии и стоматите. При врачевании недугов органов дыхания натуральный продукт просто незаменим. Он поможет избавиться от воспалений в горле, простудных заболеваний и ангины. Когда собирают рапсовый мед, рапс зацветает достаточно рано, примерно к концу мая или начала июня. В это время, когда не очень много цветущих растений, пчелы устремляются на поля, засеянные медоносом. Около месяца трудолюбивые насекомые собирают пыльцу и преобразовывают ее в знакомое всем лакомство. Польза и вред для организма человека. Не нужно забывать, что мед достаточно калорийным. Норма его потребления в сутки должна составлять не больше двух чайных ложек. Лучше, если эта порция будет разделена на несколько раз. Сладкое лакомство содержит глюкозу – источник энергии для человеческого организма. Поэтому натуральный продукт будет иметь немало достоинств, если его потребляет тот, кто занят тяжелым физическим трудом или длительное время испытывает интеллектуальные перегрузки. Обратите внимание, не зря в странах Европы мед полученный из нектара рапсовых цветков называют живым. Он имеет в своем составе вещества, похожие на соединения в человеческой крови. Поэтому ароматный продукт легко усваивается. В некоторых случаях лакомство может и негативно влиять на человеческое здоровье. Например, если пчелы собирают нектар на рапсовых полях, обработанных гербицидами или стабилизаторами роста растений сверхмеры. Ядовитые вещества попадают в мед. К тому же после длительной зимовки трудолюбивые насекомые зачастую ослаблены или больны. Посечники их лечат антибиотиками, которые также могут скапливаться в сладком янтаре. Как подействует продукт, отравленный ядами и лекарствами, на человека, особенно ребенка, предсказать никто не может. Иногда мед, полученный из нектара рапсовых цветков, не содержит практически никаких полезных веществ. Происходит это, когда недобросовестные пчеловоды растапливают засахарившийся продукт. Нагревание меда выше 60 градусов приводит к разрушению особо ценных для здоровья аминокислот. Отопят сладкий дар пчелы именно при такой температуре. Поэтому приобретать лакомство нужно в самом начале медоносного сезона. Только тогда можно купить жидкий натуральный продукт. В другое время он может быть только восстановленным из-за сахарившегося, хотя проверить эту догадку не удастся. Рапс Показания и противопоказания применению В некоторых случаях рапсовый продукт может нанести вред здоровью. Как любое производное пчеловодство, мед может вызвать сильную аллергическую реакцию. Этот факт стоит учесть людям, имеющим повышенную чувствительность к продуктам питания, а также беременным и кормящим грудью женщинам. Гормональные изменения, происходящие в организме, могут привести к появлению аллергии на продукты, которые до беременности женщина употребляла в пищу без проблем. Медики придерживаются мнения, что в детский рацион мед можно вводить примерно в двухлетнем возрасте, если ребенок не страдает аллергией. Ведь грудное молоко может вызвать специфическую реакцию организма малыша, если мама съела большую порцию рапсового меда. Противопоказанием к употреблению ароматного лакомства служит наличие у человека сахарного диабета. Ведь в меде, изготовленном пчелами из цветов рапса, глюкоза и фруктоза содержатся поровну. Поэтому больным стоит вводить в рацион другие сорта сладкого янтаря, которые в своем составе имеют больше фруктозы. Правила и условия хранения Чтобы мед из рапса как можно дольше сохранял пользу, нужно знать правила его хранения. Продукт может быстро скиснуть. Его обязательно хранят в темном прохладном месте при температуре 3-6 градусов. Влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%. Важно! Сладкое лакомство лучше держать в стеклянной плотно закрытой емкости. Ведь оно очень быстро впитывает посторонние запахи. Если нет уверенности в герметичности посуды, ее надо обернуть в несколько слоев бумаги для выпечки или кальки. Несмотря на то, с какой целью человек приобретает рапсовый мед, лакомство будет положительно влиять на весь организм в целом. Быстро распространяясь по всему телу, жидкий янтарь улучшит ментальное и физическое состояние. 0.0 VOT ARTICLE RATING 0.0 VOT ARTICLE RATING